Добрый день, меня зовут Никита Платонов, я работаю в институте проблем экологии и эволюции Миниссерства Российской академии наук. По роду деятельности мне приходится сталкиваться с обработкой растров дала и за годы этой работы накопился некий инструментарий, который в настоящее время можно представить в виде арт-пакета. Уже есть что показать, но пока еще немножко стыдно, но надо с чего-то пробовать начинать. Для сообщества я достаточно редкий человек, наверное, 29 февраля непонятно какого года, но я здесь уже во второй раз. Полгода назад я говорил про эту разработку, тогда в основном только рассказывал и показывал, а что можно, а в этот раз эта сама презентация, она уже сделана, можно сказать, с помощью вот этого пакета, который хочет показать, что он может, что он на себя представляет. Ну и если вы в Варе работаете с растрами, то, наверное, уже знакомы с пакетом Raster и моя разработка, она начиналась тоже, наверное, с 2009-10 года, когда и пакет Raster появился. Ну, так как первые версии Raster были не очень продуктивными и функциональными, то я продолжал разработку и в данный момент мне нужно уже стремиться сделать как-то, чтобы это было лучше, удобнее или чем-то отличалось в лучшую сторону. Если у вас нету растров, нету ваших данных, вы можете для работы с пакетом эти данные получить, например, и как из самовара, также забрать, сгенерить, использовать растровые данные, которые поддерживают GDAL, может, гео-привязанные, не гео-привязанные. Ну и также, если работать с пакетом Raster, то данные импортироваться. И для работы с данными, то есть можно сначала посмотреть на сами данные, можно посмотреть на мета-данные, ну и также построить визуализацию, то есть посмотреть, как это выглядит в пространстве. Пакет позволяет также проводить арифметические операции, математические с растрами, есть базовый функционал растровой алгебры, ну и отличительная черта пакета, то, что вы можете подготовить иллюстрации, которые будут готовы для вставки публикации. Ну и, соответственно, после того, как вы что-то сделали, с результатами нужно поделиться или сохранить их для будущей работы, также есть возможность или сохранить файл, или же экспортировать в AR-объект или в объект для пакета Raster. Пока что это находится в репозитории на AR-forge, ну в будущем, ну, наверное, даже уже в недалеком будущем планируется все это сделать в официальном репозитории AR-кран, и, соответственно, чтобы исходники тоже переехали на GitHub. Ну, в данный момент AR-forge позволяет распространять как и сотный код, так и Windows Binary. То есть для коллег оказалось проще, если будут сразу готовые бинарные файлы для установки. Ну и, соответственно, так же, как обычно пакет устанавливается, вызывается. Ну, в данном случае вот все сделано в версии пакета 3.7.17. А какие вот отличительные характеристики? Ну, это функция для беглого просмотра изображения. То есть вы можете просмотреть как растровое изображение вот как функция Display. Также можете просто... Есть у вас какой-то набор векторных данных в GDAO-формате. Также можете загрузить эти данные в функцию Glance и посмотреть, что получится. В чем практическая значимость? То есть, например, вы хотите в настольной GIS еще где-то открыть какой-то векторный файл, выбрать атрибут для того, чтобы он визуализировался. Вот эта функция Glance позволит вам среди атрибутов посмотреть, какой наиболее полный объем отобразит то, что вы хотите показать и выбрать соответственно. То есть здесь этот пример проведен. Вот мы скачали данные по маргинальной зоне льда, открыли и показали, что там есть 4 атрибута. Ну и здесь, наверное, более ценно это по iSCode. Это сплоченный лед или зона маргинального льда. Также с недавнего времени, ну, пока что наверху я бы сказал, что играя с сервисами OSM, это Tile и Geocode. В данном случае используется для геокодирования сервис с номинатием. Ну и в качестве основного это геокодирование с помощью Google. Также пока что вот для арктических территорий не всегда геокодирование с помощью номинатием эффективных. Если указать, например, хочу посмотреть, где находится Букарское море, то будет всего лишь одна точка. То есть еще есть очень много нехоженных троп. Это не то, что рисовать пеньки и деревья, а вот именно целые моря. Но это как раз, может быть, из-за того, что я с этим столкнулся, уже для меня тоже это будет как мотивация, чем будет еще полезным сообществу. Здесь дальше показано, что наиболее эффективный пакет ориентирован на производство, продуцирование PNG файлов. Обычно, если вы работаете с RDR, то, соответственно, и все изображения открываются у вас тоже средствами ARC. Но этот просмотр устроен таким образом, что у вас стандартное окошко, и даже под это окошко у вас подгоняется изображение. Но в PNG вы как раз генерируете таким образом, что у вас это был готовый файл, который вы можете ставить куда вам удобнее, где вы будете в дальнейшем использовать. Ну, хотя вот эти две возможности для работы с этим PNG файлом и есть. Что касается 180-го меридиана, то есть если использовать проекцию, которая обычно применяется в этой картографии, то 180-й меридиан находится по границе. Соответственно, если вы возьмете какие-нибудь объекты, в данном случае Чукотского автономного опыта, острова Франкеля, река Ангуэма, окрестность залива Креста, то получается, что у вас с двух сторон. Но здесь в этом пакете ощущено, что такие объекты могут встречаться, и поэтому при визуализации все делается для того, чтобы все было в одном месте. Также ниже я покажу, за счет чего это происходит, как механизм, почему получается все хорошо. Так, ну, сам объект Rastra – это S3 класс, то есть на первых парах рассматривалось S4, но он оказался менее эффективным, так как достаточно продуктивный. Если у вас совсем нет данных, то можно воспользоваться функцией, которая есть в пакете, сгенерить данные в них и вывести небольшую статистику по злоям и просмотреть, как это все выглядит. То есть из пакета Rastra там введена классификация Brick, стек, то есть если у вас данные гомогенные, то это у вас Brick, если гетерогенные стек, соответственно, гомогенные данные вы можете иллюстрировать с использованием одной легенды для всех слоев, если гетерогенные данные, то для каждого слоя вы можете использовать свою легенду, цветовую легенду. Так, ну, сам S3 класс представляет объект List, который состоит из сложенных объектов List, это объекты, связанные с координатной системой координат, с коннекшеном, с непосредственными данными и цветовой таблицей. Также используются и для каждого слоя имена, но и DIMA это характеризует как уже размер матрицы изображения. Ну вот, само взаимодействие вот объектов, вот здесь они, URSA Grid, URSA Connection, URSA Numeric, URSA ColorTable, они вот здесь изображены, как они здесь связаны. То есть основное это у нас, если параметры координатной сетки и сама матрица изображения. Не это составляет основу RASP. Также можно перевести числовые значения матрицы изображений в категории, ну и соответственно их раскрасить. То есть это такие цветы, используется цветовой таблиц. Для того, чтобы связать с хромилищем данных, используется Connection. Ну и также для того, чтобы загрузить данные, и выбросить данные, и импорт EXPO. Ну и отдельный блок, это идет визуализация и обработка данных. Ну то есть то, что мы начали перечислили, это вот, например, та же самая RASP. Значит, в пакете еще заложено, что параметры системы координат, они создаются, это сессионный параметр. То есть в следующий раз, когда вы при уже открытом RASP пытаетесь что-то еще загрузить, то вы будете стараться преобразовать ту самую координатную сетку. и с теми же самыми границами, и с размером ячейки. Сама матрица изображения может быть как числовая, так и категория. То есть категория, они... Поддержка, она может быть не такая насыщенная, но во всяком случае она реализована. То есть вы можете раскрасить изображение. То есть, соответственно, перевести те величины, которые у вас были изначально в категории. В данном случае мы задаем 9 интервалов, то есть у нас получается 10 классов. И, соответственно, количество изображений, оно будет немножко упрощенное. Но тут если перевести в категории и потом обратно перевести в численные значения, то будет, конечно, какая-то потеря информации. Но с другой стороны, если эта потеря несущественна, то это один из способов сжатия данных. Ну, соответственно, и класс. Вариал, который здесь показан, вот в этом пункте, он будет или же числа, или же категории. Сама таблица раскраски, например, это изображение, как он выглядит. То есть это мы разбили на категории, в противопакете устроен так, что это происходит автоматически, с использованием определенной логики внутри пакета. Но при этом пользователь может сам выбирать и сколько цветов выбирать, как вот делить на интервал или на категории. И, соответственно, выбирать палитру. Тоже все достаточно гибко сделано. Также вот раз мы разбили на категории, то можно получить какую-то статистику в виде таблицы или в виде кистограммы. Для связи с хранилищем эта информация сохраняется, поскольку при частичном чтении, частичной записи вам нужно знать, что вы прочитали, что еще нужно прочитать или в какое место записать данную порцию данных. Но это тоже объект класса лист с некоторыми атрибутами. В основном они здесь для того, чтобы вы по этой таблице смогли сгенерить новый файл. Параметры координатами системы, которые связаны с сессионным параметром. Но так как мы здесь в этом примере сгенерили изображение с помощью средств пакета, то, соответственно, у нас и параметры координатной сетки будут совпадать с сессионными параметрами. И, возвращаясь к изображению острова Бранкеля, который пересекает 180-й меридиан, который здесь нарисован слитно, Такая небольшая постановочка сделана, что вместо нулевой толкоты в проекте ЕПСД-387 поставлено смещение определенное. То есть, если мы рисуем остров Бранкеля, то здесь это 98 показов для северной земли, а для острова Бранкеля это будет крайне совпадать с нити. То есть, это как раз и такая временная постановка. То есть, мы когда работаем с тайлом, мы знаем, что тайлов определенный процесс, но здесь мы просто делаем смещение, поэтому мы можем спокойно нарисовать все вместе. В чем еще особенности этого пакета? Важность того, чтобы каждый слой был сильным. То есть, это позволяет и обращаться к слою Бранстра, ну, там, бэктери, слой, лаяр, обращаться к нему по имени, сделать запросы к выбору определенного набора слоев с помощью регулярных выражений. Ну, и также это некий путь к тому, что если у вас растер представляет собой многословенное пространство временное изображение, то, соответственно, вы, задав строку времени, пусть или в формате, который ARC понимает, или же в формате ISO, который используется для даты времени, то вы можете как раз... Ну, это помощь для того, чтобы потом делать не только пространство на обработку данных, но и пространство на временную. Вот, ну, как уже несколько раз упоминал, что сессионный параметр для координатной системы. Импорт, ой, формат иллюстрации, который генерируется при реализации TPNG, он без геопривязки, но это рассчитано на то, чтобы его просто вставить в какой-то документ. Вот, ну, чем хорош формат, что есть поддержка DPI и бит-перпиксел, то есть можете указать для сжатия вместо 24 бит-перпиксел 8. Иногда это может быть полезнее, если вы делаете всю рассылку для регионов, где до сих пор слалый интернет. Он же достаточно компактный формат, он практически все программы однозначно прочитает, что не сказать, о PDF. Ну и, соответственно, если вы при формировании TPNG накладываете сложную береговую линию, то в TPNG он будет долго присутствовать, но в TPNG он как-то сразу будет открываться. И для внутреннего формата данных используем mLiHeaderLeveled растер, формат поддерживается GDAL, чтение запись, есть формат за координатной сетки. Можно выбрать тип формирования многослойных данных, PSU, BIP, ну, PIP лучше использовать. Соответственно, это не новый формат, и не нужно его продвигать. То есть, конечно, он не совсем идеальный, но был выбран, исходя для того, чтобы он был наиболее близок к идеальному. Также поддерживает категорию и создавляет таблицу, что очень важно, когда поскольку при создании иллюстрации с помощью пакетов именно формируется сама сначала цветовая таблица, которая и вот уже сформировано изображение с цветовой таблицы, оно может потом экспортироваться в Envy. Ну, там только не поддерживается, по-моему, слой запрозрачность, но во всяком случае без прозрачности, если это достаточно, то вполне нужно работать. Для иллюстрации используется базовая графика, то есть, может кто-то слышал про GGBlot 2, если вы с СССР обработали. Ну, а также и базовая графика имеет преимущество, она во всяком случае быстрее, но и при определенном знании, механизмах, как все работает, можно тоже создавать сложные иллюстрации. в частности, вот эти вот многопанельные картинки, созданные всего одной командой. для тех, кто привык к работе с Крастом, предлагается несколько инструментов. Это импорт из пакета, объекты из пакета Rastra и экспорт из пакета Rastra. Ну, здесь приведен пример, как можно из пакета Rastra использовать растерилизацию. Здесь мы уже, то что скачали данные по маргинальной зоне льда, пытаемся преобразовать проекцию с использованием другого пакета VAR, и затем сделать растерилизацию. И в дальнейшем потом опять вернуть в пакет UPS для того, чтобы построить иллюстрацию. Ну, тут у меня не получилось, честно говоря, но, с другой стороны, в самом пакете, если в системе установлен GEDAL, то при растерилизации можно сделать с помощью GEDAL. Пока это экспериментальная функция, но она учитывает то, что при растерилизации будет меньше артефактов. И в этом случае получается, ну, результат близкий, но, наверное, лучше. Так. Ну и еще связь с веб-картографированием. С веб-картографией – это WMS-клиент. Пока тоже экспериментальная функция. Закладывается такой смысл, что главное знать адрес WMS-сервера, и потом при последовательном проходе скрипта эту строку модифицировать с адресом так, чтобы получился корректный WMS-запрос. В данном случае мы используем адрес WMS-сервера. Также в данном случае необходимо нужно указать MAC-файл. Мы формируем запрос. Нам выдает, так как запрос не полный, то сначала интерпретируется та выдача, которую выдает GEDAL. Здесь можно указать, какие-нибудь могут быть слои, какие форматы, какие форматы поддерживаются и какая система проекции. Ну и сервер вернул, что лучше указать версию 1.3.0. Также при интерпретации выдачи как-то поперитесь на проекцию, но она здесь указана в географической, но так как нам предлагается 32661, лучше сессионный параметр координатной сетки обнулить и указать уже новых строков, где формат выдачи, проекция, версии и слои. И мы получаем, что у нас координатная сетка, сессионная координатная сетка будет в этой проекции, и получается сам, корректная строка, которую можно потом уже скорбить функцией GLASS, и она уже выдаст вот такой результат вместе с легендой, если есть такая возможность. Так, ну теперь еще один момент, который, может быть, не было возможности с этим решить. По каждой лицензии мы обратили на GPL 2 и больше. В пакете я использовал исходный текст функции QE-Helix из другого пакета распространяем по лицензии GLPL 2 и больше. И также для того, чтобы построить контр-переговорение, использована база данных GSSG версии 2.3.3, и здесь, обязательно, LGL 3. Ну вот, для того, чтобы не рисовать лишнюю линию по 180-му меридиану в районе Чукотки, я изменил эти данные так, чтобы у меня для России был единый полигон. Соответственно, какой вопрос насчет лицензирования, как вообще, какую лицензию указать, и можно ли вот не особенно по второму пункту здесь вот так правомерно или так делать. Ну, здесь вот, если получится найти финансирование, приведено плат-план действий, как можно этот пакет сделать релиз, поддержку, и на этом, наверное, все. Ну, тут, короче, все шутки, но немножко связав с первым докладчиком про линии метро «Карта России» и «Деонетро», вот пример, как выглядит, на самом деле, Калужская речка линия. здесь вот книги, «Карта России» и «Деонетро» и «Деонетро» и «Деонетро» и «Деонетро» и «Деонетро». и «Деонетра» и «Без hadат reverно в three хостiness», и «Деонетрия» и «Деонет» «Деонетрия». Продолжение следует...